Книга «Открытым оком», тема литература, второй том, вопрос 899. В 1999 году всё лето вас громили власти, хотели закрыть лагерь Стан, печатали в разных газетах статьи против вас. А ваши ответы на их статьи печатали ли где? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Были небольшие заметки в свободном курсе, «Молодёжи Алтая» и «Большая статья в Российской газете». Эти материалы вошли в книгу «Для слова Божия нет уз». Есть мой ответ на выступление «Мамонтовской газеты», который нигде не публиковался до ныне. Так как главный редактор газеты «Свет октября» Кретов Ю.Ф. не согласился её опубликовать. Резонанс на статью Г. Смирнова в газете «Свет октября» от 12 мая 1999 года. Цель статьи в «Свете октября» не в её названии. Цель одна – сохранить здоровье детей, а в её содержании нужно было бы статью назвать «Самооправдание Г. Смирнова» как способ самоутверждения. «Г. Смирнов, мы же с вами немалые дети, чтобы играть в обзывалки и в эквилибристику слов, подменяющую истинную суть вещей». Цель одна у вас и у вашей статьи – уничтожить лагерь «Стан», что открытой строкой и пишется. «Взять детей, отданных в лагерь «Стан» на содержание в семье». В 1998 году это 109 человек было. Это и не так уж много для девяти дворов потерявки. И организовать их общий досуг и воспитание. Можно избежать заболеваний, если бы дети находились в семьях. Многие сегодня мёртвые бульдожи и хватка держатся за своё грешное, утробное местечко, и никаким импичментом не достучишься через медные лбы и дубовые мозги до их сожжённой совести, что они не на своём месте. Но они подпевают «Аллилуйя» любому тирану и их инструкциям, только бы их самих не оторвали от окошечка кассы, а от государева корыта. И это худо. Беспристрастная статистика ужасает. Кости отощавшего бюджета сегодня обгладывает жирующая номенклатура, увеличившаяся по счёту в два и даже в десять раз за время безумной смуты. У кого нет желания горбиться, в поте лица добывать хлеб, все партаппаратчики пристрастились в попы, экологи, страховики, наблюдатели, статисты. У очень многих сегодня одна задача – доказать, что их должность – кормушка. Чрезвычайно нужны всем. Без них всем гибель, смерть, хана, амба, каюк. Мы-то жили и проживём без них и натощак. А вот они со своими поправками к конституциям без нас сдохнут в одночасье. Потому и крутят хвостом вокруг очерчённого круга, облаивая любого, на кого укажет хозяин. А то его, трави его. Ещё миг истории, и все мы будем на той стороне жизни. Бесплодное горькое раскаяние сотрясёт миллионы сегодняшних приживальщиков. Обязательно приезжайте, Г. Смирнов, к нам на 11 июля 1999 года на крещение на несколько дней. Увидите жизнь! Предложение главного государственного врача по Мамонтовскому району. Принято. Пусть теперь Г. Смирнов и выполнит это. Проэкспериментирует на 109 человеках, из которых 57 полностью бесплатно содержались в прошлом году. И всех мы постарались обуть и одеть в новое. Думаю, что по трезвости никто не дерзнёт взять на себя подвиг ради мирской славы длиной в 25 лет. Точно так же предложило государство наше сохранить заводы, предприятия, отдав на произвол растащиловки. Разворовали, пропили, проблудили Россию. Да в какие же это семьи Г. Смирнов предлагает пристроить на лето чужих детей? Когда все вместе женщины на 506 дворов в Кадниково, как в Ермачихе, за год родили одного ребёнка. И все указали причину одну – нечем прокормить. Не стыдно ли вам лгать самим себе, что вы самих себя оправдываете глупостями эгоизма и дикого самооправдания? Нельзя, невозможно поливать грязью то, что в грязи Г. Смирнов. Не надо давиться отрыжкой страха репрессий и сжаться к ядовитому голенищу сталинского сапога, выказывая себя патриотом Родины. Мой ответ вам! 13 апреля 1999 года понравился очень многим в Краевой администрации. От В. С. Петренко, главный идеолог КПРФ на Алтае, до К. З. С. И. Гор. администрации, Краевой прокурор и другие. А о дутом лжепатриотизме ещё М. А. Шолохов сказал, что патриотизм есть последнее убежище негодяев. От каждой червивой собаки за версту воняет патриотизмом. Говоря о Родине Матери, я, конечно же, имел в виду не Державина Г. Р., не Суворова А. В., не Солженицына А. И., а только сегодняшних и вчерашних горе-правителей-расхитителей. Не надо подыгрывать там, где гангрена совести умертвила душу. Слова. Ребёнок из лагеря станет гнойничковым поражением кожи. Статье выделили жирно. Смотрите, Хиросима же в лагере станет. Пупырышки на левом запястье руки или ноги. Какое поражение! Приехали врачи в лагерь стан, стали искать, осматривать детей. И ни у одного не нашли гнойничкового поражения кожи. Тогда откуда же взялся факт такого поражения в Краевой детской клинической больнице? Дети расцарапывают укус комара. Имея знакомого врача в Краевой больнице, мы и послали к нему этого ребёнка на исследование. Нет ли какой заразы? Друг врача этого, не разобравшись, позвонил в СЭС Мамонтова. Смирнов, знаете ли вы статистику поражения куревом, матершиной, выпивками, драками, развратом, несчастными случаями в ваших детских лагерях? Это не гнойничковое поражение кожи, а гниение души, зло, смрадие, воспитание. Вот эту статистику знаю уже я досконально, как главный духовный врач по Алтайскому краю. Видимо, посещение всё-таки не было бесплотным, пишет Г. Смирнов. Конечно. Первое. Все увидели, кто есть кто. Второе. Нас взяла под свою опеку СЭС Края. И Г. Смирнов в этом месяце прислал в лагерь Стан инструкцию из вполне выполнимых 11 пунктов. Не то, что в прошлогоднем его наезде на нас. Уничтожить клещей, комаров и прочие несусветные глупости инструкции советских времен. Врачи и медсестра не в соседней деревне. Вроде как будто где-то в Корчино, вдали. Лагерь Стан находится на территории самой Потерявки. Это по генеральному плану. И на месте проводится осмотр врачом всех приезжающих в лагерь Стан детей и взрослых. Г. Смирнов. Не посчитайте за труд. Перечитайте обе свои статьи. Не станете же утверждать, что они пропитаны любовью к детям. К лагерю Стану, ко мне лично. Не наезжайте на нас. В мире есть обычный порядок и чудесный необычный. Обычно, когда образуется государство, затем органы правления, охраны и только потом органы контрразведки. Но есть один случай. Наоборот. Лучшая в мире контрразведка евреев существовала за 30 с лишним лет до образования государства Израиль. 21 мая 1948 года. Так и в нашем случае. Через 23 года радостного существования лагеря Стана мы наконец-то получили статус. Хотя долго решали, стоит ли или оставаться дикарями. Так что нас под свою защиту отныне берет краевой СС. Сейчас, выражаясь гулаговским языком, у нас есть крыша. Полотенце у нас есть уже 25 лет до приезда Смирнова. И мыло. Так нет же. Присуседился Смирнов с похвалой себе к мирной славе. Вроде бы до его приезда тут были чукчи немытые, как в Европе. До крестовых походов не ведали о мытье рук. Бывшая 12 мая 1999 года в Потеряевке Шейнова М.И. Буркнула мне в сердцах. За статью. Ответ Смирнову я бы на его месте подала на вас, Игнатий Лапкин, в суд. Я ей в ответ. Не за май. Не трожь, Мария Ивановна. А то не взначай такую дам сдачу. От 1917 года до нынешнего. Старая Портократка. А вот, окажись я с любым из вас, зимой в степи, в море, в лесу, в камере, один на один, и, зная по опыту, вы совершенно в другой тональности запоете Лазаря, уйдете на пенсию, а будете ли еще ее получать? Вспомнят ли вас ваши работодатели, нужны ли вам будут ваши заплесневелые инструкции, и вы кому-то сами. Ищите Бога, пока Он близко. Не злитесь, не подглядывайте за мной. И Бог вам в помощь на добро и заботу о людях. И не надо кичиться своей должностью, заниматься изучением состояния здоровья. Как говорится, был бы дождик, был бы гром, и не нужен агроном. Пошлет Бог по предсказанию грады и моры, и будут трупы, как осенние листья. И все ваши инструкции, как заговоры чародеев и обольщение волхвов в Египте, рассыплются в прах. И санитарные врачи в гнойных и страшных нарывах сами себя будут кусать от боли и страха. Не надбивайся, Г. Смирнов, не гневи Бога, иначе пошлет вам Бог испытания, и вопль ваш услышит весь район. «Полюбите моих детей, бедных и сирых, а отступитесь от нас, чтобы в глазах потомков и у Бога реабилитировать себя». Так что не у нас, уважаемый Г. Смирнов, должна болеть голова. «И каждый остается при своих интересах. Лагерь стан с Богом и с детьми, а дядя Смирнов с хорошими своими инструкциями, написанными для лицемерных циников, с искренним неуважением ко всякой заразе и инфекции». Хорошо было бы моим ответом и закончить тему «Быть или не быть, лагерю стану». Счет статей будет 2-2. 13 мая 1999 года.